Здравствуйте, дорогие ребята! На прошлом занятии мы с вами познакомились с понятием масштаб. И сегодняшний урок я бы хотела начать с небольшого повторения. Найдите, пожалуйста, дома карту Украины и определите по карте расстояние между Одессой и Киевом, Одессой и Днепропетровском, Одессой и Львовом, используя указанный масштаб карты. Если у вас возникнут трудности, вернитесь, пожалуйста, к предыдущему уроку. А на этом занятии мы с вами познакомимся с понятием пропорция и ее основным свойством. Решая практические задачи, часто приходится сталкиваться не просто с отношением двух величин, а с равенством двух отношений. Давайте рассмотрим пример. Фотография яхты сделана в масштабе 3 к 100. Какова длина этой яхты, если на фотографии ее длина 15 сантиметров? Так как на фотографии все длины уменьшены в одно и то же число раз, то соответствующие отношения длин будут равны между собой и равны трём сотым. Итак, пусть х – длина яхты, тогда отношение 15 сантиметров к реальной длине х будет равно отношению 3 к 100. Мы получили уравнение. Из этого уравнения необходимо найти х. Давайте рассмотрим вторую задачу. Работник заметил, что 58 деталей он сделал за 45 минут. За сколько времени он сделает 174 таких деталей, работая с той же скоростью? Итак, скорость работы определяется как отношение количества деталей к времени выполненной работы. И тогда отношение 58 к 45 будет равно отношению 174 деталей к х, где х – это искомое время. Мы получили в двух задачах равенство двух отношений. Как же удобнее найти неизвестную величину х из этих уравнений? Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассмотрим такие равенства в общем виде. Внимание на доску. В общем виде мы запишем это равенство как А деленное на В равно С деленное на Д. Такие равенства имеют определенное название. Именно они называются пропорцией. Определение. Пропорцией называют истинное равенство двух отношений. И записывают или в виде дробей, А, деленное на В, равно С, деленное на Д. Или с помощью знака деления. А, деленное на В, равно С, деленное на Д. Числа А, В, С и Д не равны нулю. Читают эти пропорции так. А относится к В, как С относится к Д. Или отношение чисел А и В равно отношению чисел С и Д. Для пропорции, ребята, справедливо так называемое перекрестное правило. Посмотрите на доску. В справедливости этого правила можно легко убедиться, приведя две дроби к общему знаменателю. Итак, равенство двух дробей А, деленное на В и С, деленное на Д, можно заменить равенством двух следующих дробей, умножив первую дробь на Д, вторую дробь на В. Из равенства двух дробей с одинаковыми знаменателями В, Д, следует равенство их числителей. И в итоге А, умноженное на Д, будет равно В, умноженное на С. И наоборот, если справедливо равенство А, умноженное на Д, равно В, умноженное на С, то разделив обе части этого равенства на произведение В, Д и сократив полученные дроби, мы вернемся к первоначальному равенству двух отношений. Используя это правило, ребята, уравнение, рассмотренные нами задач, можно заменить равносильными уравнениями. Итак, первое уравнение. 15 относится к Х, как 3 относится к 100. Можно заменить равносильным уравнением, где в левой и правой части стоят произведения. 3 умножив на Х и 15 умножив на 100. Теперь неизвестную величину Х можно найти по известному вам правилу нахождения неизвестного множителя. Х будет равен 15 умножить на 100 и разделить на 3. Х равен 500. То есть длина яхты равна 500 сантиметров или 5 метров. Решая второе уравнение, мы получим 58 умножить на Х равно 174 умножить на 45. И опять же неизвестную величину Х мы найдем по известному вам правилу нахождения неизвестного множителя. Х будет равен 174 умножить на 45 и разделить на 58. Сократив 174 и 58, мы получим, что Х ставим в 135. То есть 174 детали рабочий изготовит за 135 минут. Или 2 часа и 15 минут. Перекрестное правило является основой решения таких задач. Именно поэтому оно называется основным свойством пропорции. Для того, чтобы сформулировать основное свойство пропорции, удобно пользоваться традиционными названиями элементов пропорции. Элементы, стоящие по краям, называются крайними элементами пропорции. Стоящие посередине называются средними элементами. Если пропорция записана в виде дробей, то крайние и средние элементы располагаются по диагонали. Итак, основное свойство пропорции. Если равенство двух отношений является пропорцией, то произведение крайних элементов А и Д равно произведению средних элементов В и С. Справедливо и обратное утверждение. Пользуясь этим основным свойством, легко можно найти неизвестный элемент пропорции. Чтобы найти крайний член пропорции, надо произведение ее средних членов разделить на второй крайний член. А равно В умноженное на С и разделить на Д. Или элемент Д равен В умноженное на С и деленное на А. Чтобы найти средний элемент пропорции, надо произведение ее крайних элементов разделить на второй средний. Итак, b равно а умноженное на d, деленное на c. Или c равно а умноженное на d, деленное на b. Ребята, для закрепления рассмотренного материала попробуйте записать следующие пропорции. 7 относится к 3, как 21 относится к 9. Отношение 8 к 3 равно отношению 40 к 15. 36 во столько раз больше 20, во сколько раз 9 больше 5. И последнее. 2 составляет такую же часть от 30, как 3 от 15. Проверьте истинность данных пропорций с помощью основного свойства, найдя произведение средних элементов и крайних элементов. Желаю вам удачи. До встречи на уроках математики. Субтитры создавал DimaTorzok